Всем привет. Это новый обзор. Я долго думала, что же взять мне с этой полки, которая у меня листает на обзор, и поняла, что хочу... хочу карандашей. Вот знаете, бывает такое, что чисто по-человечески хочется цветных карандашей. Поэтому на меня смотрел вот этот набор, который я купила в ККФ. А кто подписан на мой бустю, давным-давно уже видела эту распаковку, где я доставала эти карандаши. Что меня в первую очередь привлекло, это упаковка, конечно. Чего вам тут мне рассказывать? Конечно, упаковка. Ну и в целом, я очень давно хотела попробовать бренд кариока. Несмотря на то, что в основном, когда мы говорим о кариоке, мы как будто подразумеваем бренд детских товаров для творчества, тем не менее, они уверенно завоевали рынок, и о них знают практически все. Мне очень часто на маркетплейсах попадаются их браши, которые я тоже хочу взять себе на тест. Но, возможно, не здесь, возможно, где-нибудь в другом месте покажу этот тест. Все знают про их восковые мелки, которые используют даже довольно уверенные и успешные художники. И в красном карандаше появилась новая линейка, созданная совместно... Ну, я не знаю, сколько созданная, если честно, не так сильно давалось подробностей, но иллюстрации, по крайней мере, точно делали Ван Ортон Дизайн. Это команда дизайнеров. Погублюсь, если интересно. У них, правда, очень классные, яркие работы, и вот одна из работ, собственно, красуется на коробках этих карандашей. Написано, что они офигенно блендабилити, высокой пигментатьем, поэтому, я думаю, нам будет вполне себе интересно о них посмотреть. Ну и, согласитесь, выглядят они довольно-таки неплохо. А, насколько вы знаете, внешний облик материалов для меня капец как важно. Я взяла набор из 18 карандашей, были и меньше, но я подумала, что для теста хочется все-таки протестировать чуть-чуть побольше, поэтому взяла его. Есть и больше, и меньше, если вы вдруг захотите. Там есть практически на любой вкус. Ссылку я оставлю в описании к этому видео конкретно на этот набор, если он еще остался в продаже. Давайте посмотрим, что это за карандаши-таки. А в конце видео мы подведем итоги розыгрыша стикеров из прошлого видео. Все. Оставайтесь и смотрите до конца. Заклинаю. Если говорить на чистоту, то на самом деле я уже открывала этот набор. Я думаю, вы заметили, потому что некоторые карандаши, они немножечко короче, чем другие. Я вам как-то рассказывала, что мне нужно было нарисовать иллюстрацию, подобрать точные, абсолютно точные цвета, и я открывала просто все, что мне было под рукой, чтобы пытаться отыскать эти цвета и даже те наборы, которые стояли у меня на обзор. Спойлер. Так я и не нашла те самые нужные цвета, поэтому подбирала близкие. И если говорить еще честнее, я в целом так и не опробовала эти карандаши, просто фокусировалась на цвете и старалась никак не анализировать, как они рисуют. Поэтому буду знакомиться вместе с вами заново. Цвета на самом деле выглядят довольно необычно, как будто бы это стандартный набор, не совсем стандартных оттенков. Тут есть, например, один-единственный металлик золотой. Кстати, вообще непонятно, зачем он здесь нужен. И куча-куча разных цветов, которые как будто бы немножечко отличаются от стандартных, но как будто бы они все еще стандартные. То есть мы имеем набор стандартных цветов, которые выдают какие-то немножечко нестандартные оттенки. Хотя не знаю, во всех наборах, конечно, оттенки разные, но почему-то именно с этим у меня вот такие вот странные ощущения. Ну и, конечно, цвета на корпусе не совсем соответствуют действительности, как будто бы мы чего-то другого когда-либо вообще ожидали от цвета на корпусе, да? Все цвета здесь пронумерованы, кстати, что плюс невероятнейший, чего не ожидала от бренда карандашей, которые, в принципе, изначально делают товары для детей. Карандаши сами довольно мягкие и действительно довольно пигментированные, яркие, насыщенные, рисовать в целом удобно. Я попробовала их посмешивать, и на самом деле смешиваются они довольно легко. Но есть равно один нюанс, карандаши очень густые, и поэтому наслаивать друг на друга получится едва ли. Ну, если густо. Выдерживают только два слоя. Третий начинает уже снимать скальп с первых. Я попробовала совместить фиолетовый. И есть один странный цвет, написано, что он розовый, но он как будто бы бежевый, как будто бы вообще персиковый, и вообще непонятно, откуда там слово пинг появилось. Ну, пусть будет так, окей. И они, кстати, довольно легко замешиваются друг в друга. Ну, конечно, не в ноль, но фиолетовый с розовым довольно неплохо смешался. След остается, но, тем не менее, неплохой замес получается, я считаю. Теперь посмотрим, как они поведут себя в работе. А в работе они чрезвычайно мягкие, но при этом ломаются и крошатся, как черти просто. Я уже намного меньше давлю на материалы, чем пару лет назад. Если кто помнит, была у меня такая проблема, что я на все просто жутко давила. Эта проблема со мной с детства. Я убиваю все карандаши. У меня даже ручки не пишут, если честно, потому что я на них очень сильно давлю, и они ломаются. Но эти карандаши, да, они просто чертовы токсики. Энергетические вампиры, которые хотят высосать ваши нервы до последней капли. Они крошатся постоянно. Я вообще захотела посмотреть их на нескольких маленьких картинках. Прошлый тест мы проводили на одной большой работе, и как будто бы все равно мне казалось, что надо бы попробовать несколько разных картинок сделать. Ну, чтобы яснее было, как они себя ведут в работе. Поэтому придумала картинку с несколькими картинками, объединенными одной темой. А темой взяла ведьму. Такой себе пинтерест-ведьма получился. Мудборд. Тинвентарь. Я взяла базовые ассоциации с ведьмой и вывела главные за пределы квадратов, чтобы их выделить. Так я проверила карандаши на намешивание моего месива на человеческой коже. Ну, то есть на лице, в руке. И заодно лессировку на фоне. Фон сделан всего двумя карандашами, причем более темно использовался только у основания полос. Короче говоря, потенциал у них действительно есть. Только вот эта стрельба грифелем меня вообще не порадовала. Мало того, что у меня весь стол был в ошметках карандаша, так еще и куски в работе могут застревать. И хрен ты их беспосредственно снимешь, потому что они, ну, прям застреют там. То есть их легонечко смахнуть вообще не получится. Но я выжила. Ну, а давайте, я знаю, я знаю, что вы очень ждали розыгрыша, поэтому я прямо сейчас вывожу на экран победителя розыгрыша выбранного рандомайзера. Я попрошу связаться со мной, либо оставить комментарий здесь, либо написать мне в телеграме через группу. Что бы я могла отправить в выигранный стикер-пак? Ну и давайте к карандашам вернемся теперь. Если бы не стрельба грифелем, я бы действительно сказала, что куплю себе еще пару наборов, потому что ими действительно комфортно рисовать. Мне правда очень понравилось. Но постоянно ломающиеся грифели никакого приятного впечатления о карандашах оставить просто не могут. И все равно тебя будет флэшбэчить на то, что у тебя постоянно нервный срыв из-за того, что на каком-то важном элементе грифель взял, да и сломался, отстрельнул, еще и в глаз попал. Не тебе, а работе. Ну может и тебе, кстати, даже, потому что рляет оно мощно. Даже в заточке были проблемы только с черным. Несмотря на то, что как будто бы оно постоянно ломается, проблемный был только черный карандаш, у него просто грифель отломился. Так что, ну, проблемой это по сути не назовешь. Такое бывает иногда. Ну то есть я рисовала, смотрю, он шатается, думаю, что это такое, что это такое. Ну и вышел у меня кусочек грифеля. Так что часть карандаша ушла в небытие просто из-за того, что у меня обломился грифель. Я их в целом уже хочу разложить в подставку для карандашей. Ну как бы стреляют, но я их уже купила, поэтому в целом-то карандаши хорошие. Но пока это делать не буду, потому что надо израсходовать, что там у меня уже есть. И то, что очень меня бесит. У меня просто целый контейнер старых хреновых карандашей, которые нужно обязательно использовать. И я все еще думаю над форматом видео, где я буду тратить запасы своих ужасных карандашей. И уже почти кое-что надумала, так что ждите. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Особенно те, где я трачу свои старые материалы. В описании к ролику есть ссылки на мой телеграм-канал, куда, кстати, мне нужно писать насчет выигрыша. И там я появляюсь намного чаще. И там еще есть бустер в ссылках. Если вдруг вы захотите поддержать мой канал не только подпиской, но и монеткой. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео со мной. Напишите свои впечатления об этих карандашах. Стали бы вы их покупать, я с удовольствием почитаю. А также можете порекомендовать какие-то материалы на обзор. Потому что рано или поздно мои запасы закончатся и придется что-то докупать. Увидимся с вами совсем скоро в новом видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok